Ярославу Васильеву в бассейн порекомендовали походить врачи. Мальчик сутулился. Подготовка к событию была основательной. Мама прозванивала спорткомплекс, а Ярослав выбирал шапочку и плавки. О том, что теперь он будет плавать, знала вся группа в детском саду. На первое занятие мама привела малыша 28 мая. Для него оно стало последним. Через 15 минут после начала Екатерина увидела уже бездыханного ребенка. Показания самой подсудимой и свидетели следуют, что тело Васильева было обнаружено посетителем бассейна, занимавшихся в составе группы. Только после этого Селиванова стала осматривать бассейн, по пути беседовала с другим опоздавшим участником группы, увидев Васильева в воде, погруженную вниз лицом, раздумывала о его состоянии и только после этого извлекла из бассейна без признаков жизни. 23-летняя Екатерина Селиванова была абсолютно подготовлена, чтобы самостоятельно проводить занятия по плаванию. Она получила высшее образование, прошла инструктаж и вроде как должна уметь оказывать первую помощь. Но 28 мая она не обнаружила вовремя тонущего мальчика и не оказала ту самую необходимую помощь, которая в первые секунды могла спасти Ярослава. Наказание за смерть по неосторожности – два года ограничения свободы. Установить в Селиванове следующее ограничение свободы. Не выезжать за пределы муниципального образования Сарактажский район Оренбургской области, не изменять место жительства Оренбургской области, Сарактажский район, поселок Сарактаж или пребывание без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за добыванием осужденными, наказание в виде ограничения свободы. Обязатель Иванова один раз в месяц являться на регистрацию специализированного государственного органа, осуществляющего надзор. На мой взгляд, наказание тоже адекватное. Почему? Потому что этот человек не социально опасен, чтобы держать его в тюрьме, в изоляции от общества. Девушка молодая, девушка неопытная. Девушку подвело то, что она на практике не умеет оказывать медицинскую помощь. На мой взгляд, огромная вина именно руководства, что оно допустило такого неопытного сотрудника к детям. Стоит отметить, что руководство ООО «Наш городок», которому и принадлежит бассейн, всю вину за смерть ребенка перекладывает на тренера. Трагедия лишь произошла на их территории. Письменный ответ маме. И это при том, что есть заключение Роспотребнадзора. Глубина бассейна не соответствует возрасту детей. Есть официальное заключение Роспотребнадзора, в котором сказано, что детей до 7 лет туда впускать запрещено. Причем там не указано это с родителями, без родителей. Просто их туда впускать запрещено. Возместить добровольно – исключительно из-за понимания горя мамы. Готовы были 93 тысячи рублей на похороны и оплатить ей 21 день санаторно-курортного лечения. По решению суда ООО «Наш городок» теперь должен возместить Екатерине Васильевой полтора миллиона рублей за моральный вред и то, что она потратила на похороны сына.